Позавчера видела, шёл вот такую пьяную вещь. Дурная слава. В этом доме дела творятся похлеще, чем в нехорошей квартире Булгакова. За стать виновника торжества не удаётся. Соцпортрет злостного неплательщика рисуется устами соседей. Последние годы здесь появляются на день-два. И так вот говорят в местах этих отдалённых пребывает. За горе хозяина именитой квартиры всё говорит удручающая картина вокруг. Пока одни в очереди на предоставление комфортного арендного жилья, другие превращают выделенные метры в настоящий бедлам и месяцами игнорируют квитанции за квартплату. В отношении именно таких должников в отделе в этом году на исполнении находилось около 8,5 тысяч исполнительных производств. Эти долги взыскиваются в принудительном порядке. Если таким образом не погашаются задолженности, то граждане, имеющие значительные долги по коммунальным услугам, могут быть по решению суда выселены из занимаемых ими жилых помещений. Меры в адрес жильцов арендных квартир применяют, если нет оплаты в течение полугода без уважительной причины. В этих стенах сумма задолженности – 7 тысяч рублей. За благо цивилизации не рассчитывались несколько лет. В адрес злостного неплательщика крайние меры. Имущество одно за другим переселяется на улицу. Техника конфискуется снажитым. Мужчине предстоит обустраиваться в новом жилье с меньшей площадью. Наниматели могут быть выселены как с предоставлением им жилья, так и без предоставления. Существуют дополнительные меры, которые принимаются делом принудительного исполнения. То есть должнику может быть ограничен выезд за границу, может быть наложен арест на его транспортное средство, на право управлять транспортным средством. Также он не сможет получить посылки с Вайлдберрис, Озон и так далее с Белпочты. За восемь месяцев этого года неплательщикам направлено свыше 46 тысяч предупреждений о необходимости погашения задолженности и приостановлении предоставления коммунальных услуг. Без света и тепла остались 1100 потребителей. Крайние меры не единичны. Случаи всего с начала года выселены 59 должников. Стоит помнить, за удобство нужно платить. Не позднее 25 числа каждого месяца. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.